Добрый день, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Ко мне обратилась семья Перец с большой семейной проблемой. Ну, так случилось, что у них произошли некоторые вещи, которые они сейчас вам расскажут. Я со своей стороны буду пытаться помочь им, как, в принципе, по мелочам везде помогаю. Что конкретно случилось? Кстати, Олег, Антонина. Тамара, извините. Ну, в жизни, життя может преподнести, как говорят, подарунок. Я в обсавинах нашего сегодняшнего истинного, ну, как мы все знаем, что не дай Боже нам звернутися до суду, чи с подобными проблемами, зустретись в своем жизни. И я думал, что так удастся мне уникнуть подобных проблем. Но как раз тут доля такие сюрпризы может надать, что как раз найближчие люди, те, на кого ты сподіваешься, и от кого не ждешь никаких неприемностей, могут как раз и сделать тебе самые такие болючие вещи. И ты как раз проживший 50 лет, я раптом дизнався, что мой дядька, про которого я думал, что он живет, уже, как говорят, не знал, мы майже 4 лет. Ну, звичайно, когда ты узнаешь, что от тебя приховали смерть родича, ты начинаешь задумываться, что же таки случилось. Ну, и тут, знаешь, проведу, так бы мовити, таке расследование, ну, просто вернулся до нотариуса за местом проживания дядька, я дизнався, что он мне залишил у спадок свою квартиру двухкомнатную. Но эта квартира перейшла моему батькову, и батько, ну, позднее, как мне стало известно, уже там через майже 2 месяца, батько ей продал. Звичайно, ну, от, и звертайся, не звертайся до суду, и, когда думаешь, что же делать в таких случаях, звичайно, шок. И думаешь, ну, сам решить такую проблему ты не в змозе, ты змушеный шукати правду десь так у кого-то, нибудь то вищего, хотя мы знаем, как действуют наши суды, как действует наша прокуратура особо. Каждый день нам рассказывают, что это за организация такая в Украине. Зясовалось, что мой брат взял и... Ну, вот ему так раптом захотелось, когда певречный термин после смерти дядька сплинув, он раптом взял и заменил свое имя на мою имя, и заявил, что ни на какую спадщину от дядька не претендует. Ну, нибудь то, как нам пояснюют, то он ничего такого не сделал. Но нотариус твердо, чётко, соответственно, до всих законов поведомил, что самая ця заявка и стала причиной, потому что мой дядька смог стать спадкоемцем замість меня. Мені, так би мовити, морочило голову майже 4 роки, рассказали, что дядька то хворый, в тяжкому стану, не хочет никого бачить, не может ни с кем встречать. Ну, всякие были таки причины проволочки, як кажут, чтобы я не дизнался. Хоча нотариус, каже, это никакого значения не имеет, хоть она б чекала саме моей появи, потому что саме на меня был складен заповед. И только самая ця заявка моего брата стала причиной, которая дала возможность батькою вступить, как говорят, в властность. Давайте ещё раз. СПАДОК був отписан на вас, как на Олега. Так, справа в том, что дядька сделала этот спадок нотариально, оформил еще за нормами Радянского Союза, можно сказать. Это произошло в 1996 году. Этот документальный папир, так би мовити, он достаточно примитивный был на тот час, как и все наше життя в Радянском Союзе, прямо скажем. Там просто указано, что своему племяннику такому-то, такому-то я залишаю спадок в свою квартиру. Еще раз, племяннику Олегу Александровичу. Так, в результате, в дальнейшем, ваш брат по имени Богдан, насколько я знаю, да? Так. Богдан Александрович переходит на ваше имя, становится Олегом Александровичем. Так, самое так. И пишет письмо нотариусу об отказе от этой квартиры. Так, он делает заяву от своего имя, что он... Как от Олега? Он получил паспорт Олега Александровича, не изменяющий, не дату народжения, не идентификационный код, он просто изменил одно имя. По-батьковому он так и есть, как и я, Александрович. Он просто изменил имя, и ему захотелось сделать такую заяву, что он не желает вступить в властность. Хотя он не мог вступить, у него никаких прав на это не было. Но он заявил, что нотариус принял эту заяву, как мою заяву. Ну, как должное. Так, потому что вступить было вказано, что Олегу Александровичу... Ну, я же скажу, что тот документ, первинный про спадок, он примитивно складен. Сейчас все сделано набагато... Ну, сама форма документальна, она набагато продуманнейшая, и ее подробить набагато ваще. Ну, и сейчас подимние речи... В дальнейшем действии Богдана-Олега, что он сделал дальше, вы мне рассказывали, со своим именем? Ну, вот буквально, как следы, те же самые следы, которые расследовали эту справу, они говорят, он буквально на 2-3 день, когда он получил паспорт Олега, он поехал до Харьковского нотариуса, это было в 2010 году, в Харькове, Харьковский нотариус, тогда, если бы хотел, он бы не смог выйти в реестр Полтавского нотариата, и увидел, что есть там справа спадково открыта или не открыта в Полтаве. Тогда этого не могло было сделать, сейчас это можно сделать. Но он поехал в Харьков, показал паспорт Олега Александровича, своими паспортными данными сделал заяву нотариально, что он не желает вступить в спадщину. В общем, он до ней просто никакого отношения не имеет. Он не хочет вступить в спадщину, а он поведомил, что он не хочет вступить в спадщину, он мог подать только до термину півроку. А так как термин півроку сплинул, он подал заяву, это ему так нотариус объяснил, что вы тогда можете поведомить нотариальному органу, что вы в спадщину не приняли, на ней не будете претендувать, и за продолжением термину до суду обратиться не будете. Вот он сделал такую заяву, и нотариус каже, если бы он не принес такую заяву, то они бы объяснили обставины, где же это настоящий Олег, чего он не пришел, и не дав такие пояснения. И сейчас прокуратура, вот они на что, они говорят, что вы не являетесь потерпелем, мы вас не можем признать потерпелем, потому что вы до півроку про себя не заявили. Но он и не знал, как он мог про себя заявить. Я не знал про смерть, но до Японии. Теперь они говорят, что вы подавайте до суду за продолжением термину. Мы обратились до нотариуса, нам дали таке пояснение, письмовое у нас, кстати, есть пояснение, что мы не можем обратиться до суду, так как в спадковой справе уже есть заявка така, от имени Олега Александровича, что он не будет претендувать. И судом нам отможать. А такую заяву можно подать только один раз в жизни. И если мы сейчас подамо в суд для продолжения термину, и нам отможают, то даже если признают, что у них дии там были неправомирные, уже никогда в жизни мы не сможем продолжить термин. И вот сейчас у нас такая проблема, что милиция полностью довела склад злочину полностью. Наша справа была в областном следственном управлении, она была у нас в ОВД области, она у нас была в Октябрьской райвидделе милиции, она у нас была в Киевском райвидделе милиции. За этот час у нас изменилось, ну я уже даже не могу посчитать, десь до десятка следователей. И все следователи одноголосно говорят, что склад преступления есть. Все следователи говорят. Я прошу прощения, одно уточнение. Богдан-Олег. На сегодняшний момент какое имя у него? Ну и он десь приблизно через два месяца, когда он сделал эту оборудку, так бы говорить, он повернулся на свое имя Богдан. То есть на сегодня он Богдан? Богдан. Он даже на работе про это никому не сообщил. А как же он зарплату получал? Вот так вот получал. Как говорит его начальник непосредственно, что он говорит, а это на работе никак не отобразилось, что у него было инше имя, и он вам на это право. Он официально работает? Да. Он официально работает. И имя не имеет значения? Да. Он сказал, что это не повлекло за собой на работе никаких последствий. И даже я ходила до него на работу и мне запропонували купить барабан, чтобы было на чем стукать. Это начальство Богдана? Это начальник Богдана мне такое сказал. Да. Это юридическая особа. На сегодняшний момент в какой стадии милиция признает около 10 следователей вы говорите, что признают состав преступления. Все. Что сегодня происходит? На сегодняшний день написано уже две подозри, которые есть в справе. И третья подозра есть проект подозри, но оно в дию не пущено, потому что тоже есть вказки не пропускать пока что. Мы были на приеме в Дубинке. Это сейчас прокурор города. И он говорит, что я не вижу склада злочину. Я не вижу склада злочину. Богдан мав право юридично изменять имя. И так как вы за пів года про себя не заявили, у вас квартиру все равно бы выбрали. Ну все равно бы отобрали это одно. Государство там или кто. Но другое, что человек методом таких подтасовок. По-перше, нотареусы, все нотареусы, кажут, ничего, это все неправда. Нотареально они бы мне, как говорят, пока я особо не появился, не отмывался, не заявил свои права, божания и все таке. Они никаких дей не делали. Вони бы мне, так бы молвать, от меня они ждали официальную реакцию. И те, что эта реакция поступила от другого, под моим именем, а, надо сказать, до нотареуса приходит мой батько с братом не один раз. Они все пришли, дизнались, разпитали, як кажуть, вычекали все терміни, когда как раз лучше это сделать. Как только они сделали, буквально, я же говорю, тот же мой адвокат, или следственник, каже, ну, как же так, спросить, что прокуратура не видит склада злочину, что еще, какую дею он выполнил, имея паспорт с именем Олега. Никакой, кроме этого. Как только он ее сделал, буквально через короткий час, период, он вернулся на имя, Богдан снова взял паспорт с именем Богдан. У вас все вот эти ваши слова, они подтверждены документально, насколько я знаю, я вижу, видел документы, сам все. Скажите, кроме милиции, вы были в прокуратуре, что сейчас происходит? Суд какой-то там, что-то где-то... Цивильная справа у нас еще есть. Зараз где цивильная справа? Да, на той час, когда мы звернулись с цивильным позовом, мы не знали про то, что квартира была продана и у нас первая заявка звучала так, что признать принятие спадщины недисним. А потом, когда мы узнали, что особа купила квартиру, мы зменили свой позов признать куплю-продажу недисним. Ну, людина законно купила, и у нас цивильный суд уже тривает два года, у нас тоже уже 5 судей, и на теперешний час у нас еще не доведено. Человеку, который купил квартиру, у вас нету претензий? вообще-то. Ну, конечно, нету. Человек заплатил все-таки. Мы просто, розумієте, когда я дизнался, как раз в день 50-ти речи, когда я дизнался про это все, и нотариус мне выдала все копии документов, она ответственно сказала, вам нужно хорошо шукать адвоката. Я вернулся к адвоката, и все делал, как радов адвоката. Ну, и все позоверные заявки, адвоката оформил не я. Так что, звичайно, эти все судовые перипетии, они таки ускладнені тем, что мы сразу не знали всех обстоятельствах. Что это в ходе следствия месяцами раскрывалось, как было это сделано. Сколько мы взялись, держат нашу справу, просто ее тримают, и ничего с ней не делают. И мы писали скарги в областную прокуратуру. Забирают нашу справу, месяц таке же тримают там, и остается там два дни до того, что термин залишается, нам дают відписки. У нас таких відписок уже десяток назбиралось. Скажите, может, ваш брат имеет какое-то влиятельное лицо? или как-то... Ну, юридичная особа, он працює на такой посаде, что... Он юрист? Да, он юрист, и он знает законы. Он в крупной организации где-то юрист, или у него своя компания какая-то? Нет, он в крупной организации. Крупная что я могу пообещать? Будем обращаться к гражданским организациям, будем обращаться к депутатам, если надо, может, кто-то из них сможет помочь. Будем стучать во все двери к чиновникам, может быть, где-то мы добьемся. Но я этим людям верю, а там посмотрим, что дальше будет происходить. Я вам скажу, такую справу не придумаешь. Я в шоке. Понимаете, ты кого не придумаешь, и мы уже два года живем в этом кошмаре. Не дай Бог никому пережить. В 2010 году дядя умер, в 2014 году вы узнали его смерти, и сразу практически начали определенные действия совершать. Сегодня у нас на улице 16-й год. Дуже прикро, что даже мать Олега так же не знала про похороны, потому что когда мы узнали, что дядька помер, мы зателефоновали первой, то она нам запропонировала вы вернитесь в паспортный стол, будь такого не может. Теперь она в цивильном суде даёт неправдивые показы и говорит, что она была на похороне. Видимо, у вас еще внутрисемейный конфликт. С матерью были нормальные отношения, а с братом и с батьком напротив 15-ти Давайте так, мы отделим, внутрисемейный конфликт, давайте мы не будем освещать, а вот именно вот эта проблема с ситуацией нехорошей. Суть справы мы, я кажусь, раскрыли. тут уже поймаете, что у вас происходит внутри семьи, это в принципе меркнет на фоне того, что произошло, что человек совершил. Ну, будем стараться вам помочь, чем сможем, будем обращаться, я же говорю, везде, кого знаю, везде будем стучаться. От себя я могу пообещать однозначно на всех своих блогах, я буду выставлять ролик, сегодня, завтра обязательно все буду освещать. Ну, а такая, не дай Бог, кому попасть такие передряги, особенно со своими близкими родственниками.